Я читаю первую главу из третьей книги царств. Иискали красивой девицы во всех пределах израильских и нашли Ависагу-сунамитянку и привели ее к царю. Девица была очень красива, и ходила она за царем и прислуживала ему, но царь не познал ее. Адания, сын Агифы, возгордившись, говорил, «Я буду царем», и завел себе колесницы и всадников и пятьдесят человек-скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом, «Для чего ты это делаешь?» Он же был очень красив, и родился ему после Ависсалома. И советовался он с Иоавом, сыном Соруйным, и с Авиафаром, священником, и они помогали Адонии. Но священник Садок, Иванея, сын Иодаев, и пророк Нафан, и Семей, и Рисий, и сильные Давидовы не были на стороне Адонии. И заколол Адония овец и валов и тельцов у камня Захелет, что у источника Рогель, и пригласил всех братьев своих сыновей царя со всеми иудеянами, служившими у царя. Пророка же Нафана Иванею и тех сильных и Соломона, брата своего, не пригласил. Тогда Нафан сказал Версавии, матери Соломона, говоря, «Слышала ли ты, что Адония, сын Агифии, сделался царем, а господин наш Давид не знает о том? Теперь вот я советую тебе, спасай жизнь твою и жизнь сына твоего Соломона». Иди и войди к царю Давиду и скажи ему, «Не клялся ли ты, господин мой, царь, рабе твоей, говоря, сын твой Соломон будет царем после меня, и он сядет на престоле моем? Почему же воцарился Адония? И вот, когда ты еще будешь говорить там с царем, войду, и я вслед за тобою и дополню слова твои». Версавия пошла к царю в спальню. Царь был очень стар, и Ависага-сунамитянка прислуживала царю. И наклонилась Версавия, и поклонилась царю, и сказал царь, «Что тебе?» Она сказала ему, «Господин мой царь, ты клялся рабе твоей, господом богом твоим, сын твой Соломон будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем. А теперь вот Адония воцарился, и ты, господин мой царь, не знаешь о том. И заколол он множество валов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских и священника Авиафара, и военачальника Иоава, Соломона же раба твоего не пригласил. Но ты, господин мой царь, и глаза всех израильтян устремлены на тебя, чтобы ты объявил им, кто сядет на престоле господина моего царя после него. Иначе, когда господин мой царь почиется отцами своими, падет обвинение на меня и на сына моего Соломона. Когда она еще говорила с царем, пришел и пророк Нафан. И сказали царю, говоря, вот Нафан пророк. И вошел он к царю, и поклонился царю лицом до земли. И сказал Нафан, господин мой царь, сказал ли ты, Адония будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем? Потому что он ныне сошел и заколол множество волов, челецов и овец, и пригласил всех сыновей царских и военачальников, и священника Авиафара. И вот они едят и пьют у него, и говорят, да живет царь Адония, а меня, раба твоего, и священника Садока, и Ванею, сына Иодаева, и Соломона, раба твоего, не пригласил. Не стало ли это по воле господина моего царя? И для чего ты не открыл рабу твоему, кто сядет на престоле господина моего царя после него? И отвечал царь Давид и сказал, позовите ко мне Версавию. И вошла она и стала перед царем. И клялся царь, и сказал, жив Господь, избавляющий душу мою от всякой беды. Как я клялся тебе, Господом Богом Израилевым, говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем вместо меня, так я и сделаю это сегодня. И поклонилась Версавия лицом до земли, и поклонилась царю, и сказала, да живет господин мой царь Давид вовеки. И сказал царь Давид, позовите ко мне священника Садока и пророка Нафана Иванею, сына Иодаева, и вошли они к царю. И сказал им царь, возьмите с собой слух господина вашего, и посадите Соломона, сына моего, на мула моего, и сведите его к Геону. И да помажет его там садок священник и Нафан пророк в царя над Израилем, и затрубите трубою, и возгласите, да живет царь Соломон. Потом проводите его назад, и он придет и сядет на престоле моем, он будет царствовать вместо меня, ему завещал я быть вождем Израиля и Иуды. И отвечал Ванея, сын Иодаев, царю, и сказал, аминь, да скажет так Господь Бог, господина моего царя. Как был Господин Бог, Господь Бог с господином моим царем, так да будет он с Соломоном, и да возвеличит престол его боли и престола господина моего, царя Давида. И пошли садок священник, и Нафан пророк, и Ванея, сын Иодая, и Хелефеи, и Фелефеи, и посадили Соломона на мула царя Давида, и повели его к Геону. И взял садок священник Рох с елеем из кини, и помазал Соломона, и затрубили трубою, весь народ восклицал, да живет царь Соломон. И весь народ провожал Соломона, и играл народ на свирелях, и весьма радовался, так что земля расседалась от криков его. И услышал Адония, и все приглашенные им, как только перестали есть, а Иав, услышав звук трубы, сказал, отчего этот шум волнующегося народа. Еще он говорил, как пришел Ионафан, сын священника Авиафара, и сказал Адония, войди, ты честный человек, и несешь добрую весть. И отвечал Ионафан, и сказал Адоний, да, господин наш царь Давид поставил Соломона царем, и послал царь с ним садока священника, и Нафана пророка, и Ванею, сына Иодая, и Хелифеев, и Фелифеев, и они посадили его на мула царского, и помазал его садок священник, и Нафан пророк в царя в Геоне, И оттуда отправились с радостью, и пришел в движение город. Вот отчего шум, который вы слышите. И Соломон уже сел на царском престоле, и слуги царя приходили поздравить господина нашего царя Давида, говоря, Бог твой да прославит имя Соломона более твоего имени, и да возвеличит престол его более твоего престола. И поклонился царь на ложе своем, и сказал царь так, — Благословен Господь Бог Израилев, который сегодня дал сидящего на престоле моем, и очи мои видят это. Тогда испугались, и встали все приглашенные, которые были у Адонии, и пошли каждой своей дорогой. Адония же, боясь Соломона, встал и пошел, и ухватился за роги жертвенника. И донесли Соломону, говоря, — Вот Адония боится царя Соломона. И вот он держится за роги жертвенника, говоря, — Пусть поклянется мне теперь царь Соломон, что он не умертвит раба своего мечом. И сказал Соломон, — Если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю. Если же найдется в нем лукавство, то умрет. И послал царь Соломон, и привели его от жертвенника, и он пришел, и поклонился царю Соломону, и сказал ему Соломон, — Иди в дом свой. Конец первой главы